Доброе утро, уважаемые гости! Компания Кодерлайн приветствует вас на нашей сегодняшней встрече. Тема нашего вебинара – это отчетность, отчетность 1С и ее изменения, которые происходили в 2022 году. Вести вебинар буду я, консультант-аналитик Гардышева Галина. Наши контакты вы видите на экране, то есть адрес электронный, почту, телефон и адрес сайта. Если по какой-то причине вы не смогли, например, до конца досмотреть вебинар или время для вас оказалось удобным, то на нашем сайте через некоторое время после проведения вебинара мы выкладываем его в запись, и вы можете посмотреть ее на сайте, так же, как и другие темы. Плюс там много дополнительной информации, которая, надеемся, окажется вам интересной. Задать свой вопрос вы можете любым удобным для вас способом. Если, например, это по электронной почте будет происходить, то в этом случае у нас будет больше времени на конкретный ответ по вашей именно ситуации. Ну и, соответственно, мы можем более подробно расписать, так сказать, действия и шаги, которые вам необходимо провести. Программа нашего сегодняшнего вебинара, вы видите ее сейчас на экране. Сегодня мы поговорим с вами об изменении в 1С отчетности, что это за сервис и зачем он может применяться, ну, как, естественно, его активировать, установить, и какие изменения нужно будет сделать в программе, в настройках, какие можно посмотреть дополнительные отчеты, поскольку приближается окончание года, то есть закрытие года, и, собственно, чем вам это может быть полезным. Итак, что такое 1С отчетность? То есть это дополнительный сервис, который встроен в программу 1С. То есть все действия, которые необходимы для сдачи отчетности, для переписки с налоговой инспекцией или с другими контролирующими организациями, можно выполнять, не выходя из программы, то есть, соответственно, обмениваться файлами с контролирующими органами и без дополнительного обмена через операторов. Пользователи, у которых сопровождение ИТС проф, могут использовать эту технологию без дополнительной оплаты. А те, у кого подписка ИТС Техно, тем необходимо будет доплатить некоторую сумму, но сумма достаточно небольшая. Мы немножко позже про это поговорим. На слайдике вы видите перечень организаций, в которые можно отправлять, получать, соответственно, обмениваться письмами через этот дополнительный сервис. Обратите внимание, что для пользователей ИТС проф задача отчетности по одному юрлицу или по предпринимателю осуществляется без дополнительной оплаты. То есть это то, о чем я сказала парой слов ранее. Что такое схема 1С отчетности? И как будет проходить наш сегодняшний вебинар? Мы будем нормативную информацию смотреть с вами на слайдах. Параллельно будем переключаться на демо-базу. Сейчас я на нее переключусь. Демо-база ERP. И, соответственно, я буду показывать, так сказать, вживую, что мы будем делать и, собственно, иллюстрации к нашим слайдам будем здесь смотреть. Я снова переключаюсь на слайды. И теперь мы можем с вами двигаться дальше, то есть уже рассматривать эту доработку, дополнение более подробно. Хочется пару слов сказать про систему подписания, отчетность и про регистрацию. Напоминаю, что с этого года у нас с вами выпуск квалифицированных электронных подписей осуществляют только налоговые органы. То есть если раньше можно было оформить электронную подпись через операторов ТКС, то есть Астрал, Контур, СБИС, ну, то есть все, кто работал с этой отчетностью, то с этого года получение, поскольку получение квалифицированной электронной подписи КЭП производится только через налоговую инспекцию, то, соответственно, эти мероприятия пользователь должен выполнить самостоятельно. То есть получить в налоговой инспекции и зарегистрировать свою электронную подпись. Мы немножко позже вернемся к тому, как это нужно делать в конфигурации, но, соответственно, специалисты 1С могут вам помочь с установкой уже полученной подписи, ну, то есть с активацией этой доработки, но получить ее вам придется самостоятельно. С учетом того, что сейчас через госуслуги можно записываться заранее на прием в налоговую инспекцию и приходить уже к конкретно зафиксированному времени, то в этом плане жить стало немножко легче. Но, тем не менее, от этого все равно никто не освобожден. И для того, чтобы использовать и эту отчетную, и эту доработку, и сдачу отчетности через ТКС, все равно требуются дополнительные административные, если можно так сказать, действия. Переходим к следующему слайду. И на нем, собственно говоря, интерфейс электронной отчетности. Давайте с вами посмотрим, как это выглядит, так сказать, вживую на примере демо-базы. Я переключилась на демо-версию. И прежде чем мы будем двигаться дальше, хочу обратить ваше внимание вот на какой момент. В этом году, то есть в 22-м году, у нас было достаточно много всяких изменений, дополнений. И, соответственно, выходили и новые формы отчетности, и менялся порядок отчетности. Ну и плюс самый, наверное, основной такой сложный момент – это переход на объединенный фонд вместо пенсионного фонда и соцстрах, который начнет действовать со следующего года. То есть, соответственно, необходимо, чтобы в вашей конфигурации были все необходимые изменения. Для этого вам нужно проверить, какая у вас версия конфигурации на данный момент установлена и требуется или нет обновления. Посмотреть это можно вот через такую пиктограммку в верхней панели. Здесь можно открыть перечень и посмотреть, там, где есть вот такая ссылочка, и информацию про вашу систему. То есть вы увидите, какая у вас платформа установлена и какая форма самого релиза. Ну и, соответственно, установить последний релиз, обращаем на это особенное внимание, потому что у нас установлен не последний релиз, это совершенно сознательно, мы к этому вернемся немножко позже, но последние релизы содержат, во-первых, все необходимые регламентированные отчеты, а во-вторых, дополнение к тем изменениям, которые вот приняты у нас совершенно недавно. Итак, значит, мы для того, чтобы перейти в 1С-отчетность, должны использовать раздел регламентированный учет. И здесь у нас, видите, есть целый раздел, который озаглавлен 1С-отчетность. Пожалуйста, не путайте. То есть здесь это раздел, который включает стандартные интерфейсы, стандартные перечни документов. И перейти мы в него можем через регламентированные отчеты. То есть при этом у нас откроется диалоговое окно, которое вы видели на нашем слайде. То есть вот оно. При этом всплывает рекламка про сервис именно 1С-отчетность. Про него можно поподробнее посмотреть по ссылочке, то есть вот ссылка у нас здесь, или попытаться подключиться самостоятельно. То есть, в принципе, если у вас оформлена КЭП, то есть квалифицированная электронная подпись, это, собственно говоря, не составляет труда. Снова давайте вернемся к нашим слайдам. Вот интерфейс, который я вам показывала, так сказать, вживую. И вот рекламка, которая касается того, что программа автоматически анализирует, какой у вас релиз и какие в нем имеются отчетные формы. И, соответственно, если выпущены какие-то уже новые, то она вас предупреждает. Ну, собственно, так же, как и во всех предыдущих релизах, есть кнопочка, если мы нажмем «Продолжить действие», несмотря на предупреждение. Это касается возможности подавать корректировочную отчетность, которая должна быть предоставлена в той форме, которая действовала на момент ее подачи. То есть, если, например, сейчас действует форма по НДС, по прибыли новая, а вам надо сдать за прошлый год, например, корректировку, то тогда вы ставите вот здесь вот флажочек и, соответственно, двигаетесь дальше. Обновленная форма сервиса 1С-отчетность, именно сервиса, не просто перечисленных отчетов, реализована в большинстве программ, то есть и в бухгалтерии, и в управлении предприятием. Вы видите на экране программы, конфигурации, точнее, в которых этот сервис работает, обновляется и так далее. Хочу обратить внимание, что в отраслевых приложениях, ну, соответственно, те, которые разработаны специально для каких-либо конкретных отраслей, это тоже реализовано. Сейчас мы немножко поговорим, так сказать, о ритуальной части балета. То есть вы видите сейчас на экране порядок подключения к 1С-отчетности для тех пользователей, у которых есть подписка ИТС. Про подписку пару слов хочу сказать, что сопровождение программы осуществляется только в том случае, если у вас есть действующая подписка на ИТС. Соответственно, ИТС может быть проф, а может быть техно. Мы про это уже мельком говорили. И если у вас, например, одно юрлицо, в рамках которого вы работаете, то для вас будет это абсолютно бесплатно. Ну, а если у вас, например, холдинг, то в этом случае необходимо будет доплата, но она будет уже достаточно небольшой. Обратите внимание, что для индивидуального предпринимателя, например, стоимость, если у вас подписка техно, а не проф, состоит в 1800 рублей на год. И, соответственно, 4900 рублей, если у вас юридическое лицо. Оформляется ИТС на год. То есть, соответственно, если будет на следующий год переход этого сервиса, то вам нужно будет либо доплатить, либо он у вас войдет в состав оплаченного при подписке сервиса. Напоминаю, что налоговая инспекция выпускает квалифицированные электронные подписи, то есть КЭП, на 15 месяцев. То есть наложение, что вы установили сервис, а у вас закончилась подписка на электронную подпись, при таких сроках не должно происходить. Ну и, соответственно, если у вас, например, холдинг, то в этом случае вы получаете возможность применить льготы. То есть, например, если у вас от трех до пяти организаций, то вы получаете скидку 25%. И, соответственно, вместо стоимости для юридического лица 3 900, у вас будет 2 925. Ну, соответственно, чем больше организации, тем больше скидка. Если у вас совсем большой холдинг, то есть у вас больше 100 организаций, то в этом случае у вас будет скидка 80%. Ну и, соответственно, по стоимости дополнительного подключения сервиса, вы видите в нашей табличке, суммы будут более чем небольшие, поскольку эта стоимость указана на год. А теперь посмотрим вот какую информацию. Это информация про выписку налоговой инспекции сертификата электронной цифровой подписи КЭП. Соответственно, когда мы можем применять КЭП, для каких конкретных действий. То есть, это мы можем использовать в переписке, во взаимодействии со всеми государственными органами и порталами. Мы можем использовать и при, например, работе с программой 1С документооборот или электронный документооборот с контрагентами, с филиалами и так далее. Ну, соответственно, можем создавать предприятие, снимать с учета через этот сервис, то есть подавать заявление о регистрации, перерегистрации, снятии с регистрации и так далее. Ну и, естественно, для предоставления отчетности, то есть предоставления налоговых деклараций. Плюс, поскольку сейчас заработал на сайте налоговой инспекции раздел, в котором можно формировать отчетность, то, соответственно, и для сайта налоговой инспекции мы можем использовать эту электронно-цифровую подпись. Еще один важный момент – это то, что налоговая инспекция в середине прошлого года, то есть с сентября прошлого года, приняла новый порядок предоставления отчетности, в который закреплен новый способ, как направить бухгалтерскую отчетность, который применяется и для малых предприятий, и для других. То есть постановление-то у нас есть, но на самом деле ничего особо нового в нем не содержится. То есть этим постановлением просто сняли условие, которое было зафиксировано в законе об ухучете, о том, что направлять отчетность мы можем только через операторов ТКС. То есть сейчас и налоговую и бухгалтерскую отчетность мы можем сдавать и через операторов, то есть так, как было раньше, и на сайте самой налоговой инспекции. То есть там, как повторюсь, работает сервис предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде. Для чего это сделано? Поскольку сейчас ФНС формирует данные для государственной информационной системы, ГИРБО. То есть в этом случае налоговая инспекция выкладывает там бухгалтерскую отчетность, и все заинтересованные организации, в которые раньше мы должны были предоставлять копии, теперь могут ее там получать самостоятельно. Поэтому подавать копии бухгалтерской отчетности, то есть балансов, сейчас не требуется, поскольку по межведомственному обмену эти организации будут на этом сайте, то есть на сайте ГИРБО, получать самостоятельно вашу сданную отчетность, ну, соответственно, которую приняла налоговая инспекция. Ну, и хочу напомнить еще одну, так сказать, ложку дегтя во всех этих замечательных нововведениях. Это о том, что с прошлого же года применяется дополнительный перечень обстоятельств, когда налоговые органы могут представить вашу отчетность, могут счесть вашу отчетность непредоставленной. Непредоставленной будет считаться отчетность, если фискальные органы обнаружили какое-либо из ниже перечисленных событий, которое у вас имело место. связано это, опять же, с подписанием, с электронными подписями, и в этом случае получается, что отчетность, декларация или расчеты, если подписаны неуполномоченным лицом, то она будет считаться непредоставленной. Что такое непредоставленная? Это значит, что несмотря на то, что вы, например, в нужные сроки отправили по любым средствам документы оборота, что на сайте, что через операторов ТКС, без разницы, отчетность налогового органа получили под этим документом статус, что, например, находится в обработке или даже принято, то на этом успокаиваться нельзя, поскольку может прийти уведомление о том, что ваша отчетность признана непредоставленной. Признана непредоставленной она может быть не только в случае, если подписана неуполномоченным лицом, но если она подписана дисквалифицированным лицом, если подписана сотрудником, в отношении которого имеются сведения о смерти, то есть в этом случае понятно, что умерший человек не мог подписать отчетность, или если в отношении руководителя, который подписывает отчет, внесена запись в игре о недостоверности сведения о нем. Это достаточно распространенная ситуация, когда, например, руководитель по возрасту поменял паспорт, а сведения в игре не внесли в случае заключения брака, естественно, если была изменена фамилия. Ну, то есть в отношении этого нужно очень внимательно отслеживать и проверять данные, которые содержатся в игре, и те, которые содержатся в ваших программах, в которых вы составляете отчетность. Естественно, та же самая история будет, если есть запись в игре о том, что ваше юрлицо или индивидуальный предприниматель проходили реорганизацию, ликвидацию или просто исключение из реестра, то есть, например, если у вас проводилось банкротство, ну, либо какие-то аналогичные действия. И самый неприятный пункт – это расхождение с контрольными соотношениями. То есть в этом случае фискальные органы будут считать, что вы нарушили правила заполнения отчетности, и, естественно, будут санкции. Самое неприятное в этом момент, что практически оговорены сроки, в которые вас должны уведомить, если обнаружена такая ситуация. То есть в течение определенного срока налоговики должны вам прислать уведомления. Вы на это уведомление, опять же, в течение определенного срока должны ответить, то есть дать пояснение, либо исправить ошибку. Но сроки проведения камеральной проверки жестко не оговорены. То есть это может быть как через неделю, так и через две, так и через месяц. То есть вы должны внимательно отслеживать информацию по вашей отчетности в течение периода, пока не будет получен статус, что налоговая отчетность принята. На самом деле у нас и в ноябре производились определенные изменения в законодательстве, и в октябре, ну и, соответственно, летом было достаточно много изменений. Вы сейчас на экране видите, так сказать, самые свежие изменения, которые были, и которые надо проверить, насколько правильно отражены в вашей конфигурации, в вашем релизе. Ну, то есть, естественно, уже на следующий год установлены коэффициенты дефлятора по упрощенке. Обратите внимание, с 8 ноября обновлен порядок заполнения СЗВ-ТД и СЗВ-Стаж. Все, что связано с ОЦС, взносами и с пенсионными взносами, требует особенного повышенного внимания, потому что с Нового года у нас уже будет действовать отчетность в объединенный фонд. То есть, мы не будем сдавать отчетность в пенсионные органы, в Судстрах, а будем сдавать объединенную отчетность. Поэтому, естественно, этому надо уделить особое внимание. В самом сервисе мы потом посмотрим, что у нас как отражается. Ну, тут, так сказать, нужно держать руку на пульсе во избежание штрафных санкций и других действий шискальных органов, если можно так сказать. В связи с объединением фондов у нас, естественно, изменяются и облагаемые базы, и отчетности. То есть, с 1 января этого года она станет единой для всех взносов, без исключения. Но в этом, кроме удобства, есть еще тоже достаточно много подводных камней. То есть, мало того, что у нас будет в качестве лимита для начисления, базы будут одинаковые. То есть, будет единая сумма и будут проиндоксированы показатели верхнего лимита. Ну, и сейчас, собственно говоря, сроки достаточно сильно, сроки предоставления отчетности достаточно сильно отличаются друг от друга. А с нового года они будут введены единые. Но, несмотря на то, что сроки предоставления отчетности объединяются, этот отчет будет необходимо подавать несколько раз. Ну, и, соответственно, информация, которая у нас содержалась раньше в таких отчетах, как СЗВТД, СЗВСТАЖ, ДСВ-3 и 4 ФСС, она будет, должна формироваться в разные сроки. То есть, например, отчетность СЗВТД о приеме и об увольнении сотрудников должна подаваться на следующий день после осуществления операции. Несмотря на то, что сама отчетность должна сдаваться будет 25 числа следующего месяца. Ну, вы сейчас видите на экране, что будет включаться в отчетность, какая информация будет включаться в отчетность по новому формату и, собственно говоря, информация по дополнительным реквизитам. Достаточно много изменений касается и платежей, поскольку с нового года вводятся единый налоговый платеж и единый налоговый счет для уплаты налогов. Вот здесь обратите внимание, что направлять данные в новый объединенный фонд обязали всех страхователей без исключения. Собственно говоря, единственное, ну, даже не исключение, а послабление в этом плане касается тех, кто решит переходить с нового года на новый режим налогообложения, это автоматизированная упрощенка, автоматизированная упрощенная система налогообложения, АУСН. То есть такую аббревиатуру вы сможете встречать теперь достаточно часто. Ну и, естественно, это затронет электронные листки нетрудоспособности и, соответственно, передачу по ним сведений в новый объединенный фонд. еще немножко нормативной информации. Это касается того, что в связи вот с проведенными мобилизационными мероприятиями, ну и как бы общей обстановкой, ужесточили контроль за воинским учетом. То есть, в принципе, и раньше было положение о том, что организация обязана вести воинский учет, но серьезных санкций за нарушение этого положения не было, в отличие от того, что существует уже на текущий момент. То есть, все работодатели обязаны вести воинский учет. Вы видите нормативные документы, которые регулируют этот процесс, и ссылку на методические рекомендации по этому учету. Положение о воинском учете не относится к обязательным локально-нормативным актам, но, тем не менее, сейчас за это есть штрафные санкции, ну и, соответственно, стоит в программе проверить, все ли у вас настроено для ведения такого учета, и вы можете направлять такую отчетность, опять же, используя нужные сервисы, тот же сервис 1С-отчетность, напрямую из программы, но для этого требуются некоторые дополнительные действия. То есть, например, в программе ERP есть такая особенность. необходимые сервисы на момент ее запуска в эксплуатацию могут быть неактивизированы, то есть, они требуют дополнительной настройки. Если, например, в бухгалтерии мы сразу видим весь функционал, то есть, все, что позволяет программа вести в рамках конфигурации, то в ERP требуются дополнительные шаги для активизации такого процесса. Сейчас я покажу вам сначала слайдик, а потом мы перейдем снова на демо-базу и уже, так сказать, в живую, потрогаем это все руками. То есть, в разделе инсы и администрирования мы должны включить, активировать блок, включить дополнительные настройки. Сейчас мы с вами снова переходим в демо-базу. Закроем то, что нам уже сейчас не нужно и выбираем инсы и администрирование, выбираем кадровый учет, блок кадрового учета и, обратите внимание, то есть, мы должны проставить флажки, которые касаются текущей ситуации и в законодательстве, и в вашей компании. То есть, соответственно, немножко ниже мы видим раздел по воинскому учету и мы должны проставить флажки, то есть, что ведется воинский учет и если у вас есть основания для бронирования граждан, соответственно, проставите здесь отметочку. Тогда в программе активизируется блок по ведению воинского учета и, соответственно, отчетность, которая должна быть предоставлена в нужные органы. теперь давайте вернемся снова к регламентированному учету и снова поговорим про сервис 1С-отчетность. Вы видите, что в этом разделе у нас, кроме журнала регламентированных отчетов, есть дополнительные функции, которые позволяют, ну, во-первых, обмениваться перепиской, получать уведомления от фискальных органов, проводить сверки дополнительные, ну, собственно говоря, выполнять весь спектр взаимодействия со всеми контролирующими органами. Если мы переходим с вами в регламентированные отчеты, то мы видим, что панель всех этих сервисов у нас вот отражается на верхней линеечке и мы можем перейти по ссылкам в эти разделы. Ну, начнем с того, что у нас видно в журнале нашей регламентированной отчетности. Если мы по кнопке «Создать» переходим в меню ввода регламентированных отчетов в этот журнал, то у нас появляется выбор. Мы можем выбрать отчетность, которую нам нужно сдавать, то есть выбираем либо, может быть, вы раньше ввели упрощенную бухгалтерскую отчетность, а сейчас вам надо ввести полную, ну, то есть добавить те формы. Добавить достаточно просто, то есть, вот, например, если я хочу сдавать полную отчетность, то я ставлю курсор на нужную позицию и нажимаю «Выбрать». При этом у меня здесь будет звездочка, что я ее выбрала. То же самое у нас происходит с налоговой и с любой другой отчетностью. То есть всего предусмотрена возможность подавать 315 форм отчетности. Ну, вот, выбранные, вызбранные у меня попали только вот эти 9, которые я либо создала раньше, либо выбрала вот таким способом. Соответственно, если я хочу создать то, что еще не выбрано в этот журнал, то я опять же нажимаю кнопочку «Создать» и могу прямо отсюда, не тратя время на дополнительный набор, выбрать, и чтобы перенести сюда, могу сразу создавать нужную отчетность. Хочу обратить ваше внимание на статистику, потому что вот совершенно недавно было дополнение, были дополнения, дополнительно внесены некоторые формы отчетности, и поскольку у нас в этом году начала статистика применять штрафные санкции, то хочу обратить на это ваше особенное внимание, потому что штрафы достаточно серьезные, если раньше можно было не обращать особого внимания на эту отчетность, то есть статистика присылала письма, присылала формы печатной бланка, просила заполните пожалуйста, и отправить можно было любым удобным способом, то есть можно было и вручную отнести им, сдать, и по электронной почте направить, и через операторов ТКС, то сейчас с этим гораздо строже. И если вы своевременно не предоставили отчетность или предоставили но с опозданием, то в этом случае вам грозит штраф. Если это первый случай, то от 70 до 100 тысяч рублей, а если это повторное нарушение, то соответственно штраф уже будет до 150 тысяч рублей. То есть штраф достаточно серьезный, и для того, чтобы проверить, все ли вы учли, всю ли отчетность сдали, вам нужно перейти на сайт статистики, на Росстат, и по своему ИНН проверить, какие формы отчетности ваше конкретное предприятие должно сдавать, потому что есть вероятность, что вы могли попасть в какие-то выборочные группы, которые предоставляют не совсем стандартные виды отчетов. Так, сейчас мы с вами это закроем, и теперь обращаю ваше внимание вот на что. То есть сам по себе сервис 1С отчетность, ну говоря уже по пролетарски, без официоза, то есть это возможность сдавать отчетность любую, минуя оператора напрямую с контролирующими органами. То есть в этом случае у нас получается, что если, например, мы сдавали через оператора на ТКС, то есть БИС, Астрал, Контур, ну то есть через любые, через любых операторов, то в этом случае мы в программе формировали файлик, выгружали его, то есть выгружали его в файл для отправки и уже этот файл передавали оператору ТКС, а оператор ТКС потом передавал его в налоговую инспекцию и сообщал нам о результатах этих действий. То теперь мы напрямую в 1С формируем отчетность, этот этап также как и раньше действует и после этого отправляем файл уже напрямую в допустим налоговые органы. То есть у нас есть возможность проверить выгрузку, проверить в интернете регистрационные данные и соответственно отправить уже напрямую в налоговые органы. Соответственно после того как мы получили квалифицированную электронную подпись то в этом случае у нас отчетность мы подписываем напрямую в программе а не у оператора ТКС и отправляем уже напрямую на сайт налоговых инспекций там других фискальных органов и видим что у нас отражается в журнале статус данной отчетности. Особенно учитывая что сейчас очень много скажем так добавилось дополнительных оснований можно так сказать для того чтобы налоговики или другие фискальные органы запрашивали у вас подтверждающие информацию пояснительные какие-то записки и так далее то становится актуальным чтобы вы напрямую сразу видели и статус ваших отчетов и соответственно если налоговики отправляют вам какие-то уведомления ну например о том что ваша отчетность признана непредоставленной то вы сразу здесь их можете уже увидеть то есть у нас есть раздел с уведомлениями с перепиской по сверкам то есть соответственно сверки вы можете точно так же заказывать напрямую из программы это в принципе во многих уже релизах осуществлено и отслеживать статус то есть я вот создала такую запрос на сверку на выписку но еще его не отправляла сведения из ИГРЛ тоже во многих конфигурациях достаточно давно используются а вот сервис личной кабинеты это достаточно недавняя так сказать приобретение и очень удобно вот именно в свете текущих изменений которые происходили то есть что такое личные кабинеты личные кабинеты это возможность напрямую в 1С зарегистрировать личные кабинеты уже конкретно допустим на сайте налоговых органов на сайте ФСС ну соответственно если требуется маркировка личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности обратите внимание что с ФСС есть два кабинета один кабинет который просто отражает состояние ваших взаимоотношений с этим органом то есть например какие-то проверки результаты этих проверок просмотр то что по проверкам было принято и отдельный кабинет по листкам нетрудоспособности то есть здесь вы можете отслеживать что принята ли информация ну соответственно поскольку сейчас электронные листки нетрудоспособности применяются по всей территории страны то есть в бумажном формате с этого года они не фигурируют при этом работает межведомственный обмен то есть ФСС получает напрямую из поликлиник там больниц например то есть из лечебных учреждений напрямую листки нетрудоспособности то соответственно задача бухгалтера или кадрового специалиста смотря тем кто занимается в вашей конторе этим учетом проверить что получили ли вы эту информацию сдали ли вы расчет по оплачиваемым за счет работодателя суммам ну то есть проверить состояние и вот еще один момент это статистика то что я вам говорила немножко раньше то есть мы можем перейти напрямую на сайт статистики зарегистрировать там личный кабинет и дальше работать уже напрямую с этими системами ну вот например если я беру личный кабинет налогоплательщика то мы сразу с вами попадаем на сайт налоговой инспекции ну в нашем случае это личный кабинет ИП и войти сюда в личный кабинет мы можем как пополученный КЭП то есть в этом случае нужно будет ввести пароль логин и пароль либо через сайт госуслуг ну либо вот с использованием токенов карточек подписей и так далее ну и собственно говоря в этом случае во-первых сильно ускорится получение информации ну а во-вторых это будет наиболее если можно так сказать полная и срочная информация еще у нас с вами здесь есть вот такой пунктик настройки и здесь мы соответственно можем задать настройки если у вас несколько юрлиц то выбрать к кому мы применяем этот сервис ну то есть данную настройку и отсюда же мы можем заполнить заявление на подключение к 1С отчетности то есть в этом случае когда мы переходим в этот режим у нас будет открываться журнал из наших заявлений ну вот видите здесь не так быстро и собственно говоря техническая сторона как у вас должно быть подключение то есть вы при подключении будете использовать вот такую систему в этом случае переход установка если у вас ее не было именно уже из программы либо использовать старый привычный крипто про ну и соответственно если у вас его нет то установить тоже эту программу можно прямо отсюда ну и если требуется помощь то здесь еще есть вот такая вот ссылочка и здесь будет высвечиваться телефон организации в которой вы обслуживаете то есть ну если допустим вы использовали раньше астрал то будет телефон этой компании ну и есть инструкция как подключить этот сервис на самом деле если у вас недоработанная конфигурация то это несложно и можно выполнить самостоятельно ну и дальше технические функции которые уже регулируют контролируют журнал обмена если какие-то возникли сложности то можно использовать диагностика 1С отчетности ну видите поскольку у меня сейчас программа демонстрационная то здесь естественно таких данных не введено и посмотреть как выглядит допустим вот этот раздел в живом формате я сейчас к сожалению не смогу кроме того что в отчетность по статистике были добавлены новые формы у нас есть возможность здесь еще настроить эти шаблоны ну соответственно для того чтобы была возможность отправлять их напрямую в статистику снова давайте вернемся к журналу отчетов и еще один момент то есть смотрите когда мы формируем какую-то отчетность то соответственно ну я возьму сформированную уже отчетность чтобы например не терять время пока программа загрузится заново мы с вами берем какую-то конкретную отчетность в этом случае программа мне сразу выдает предупреждение что извините у вас форма недействительная поскольку у меня релиз уже достаточно старый то естественно новая форма у меня сюда не подгружена я могу проверить обновления которые проходили за этот период для того чтобы сориентироваться сколько мне нужно релизов обновить чтобы все у меня было корректно ну то есть проверить какие были выпущены формы и могу ли я что-либо пропустить при обновлении или мне надо пошагово каждый заходить каждое обновление и устанавливать изменения которые там происходили так здесь у нас в общем-то привычная шкала привычный вернее ряд которые действия которых мы можем производить и соответственно уже достаточно знакомые возможности проверки и самой отчетности и файла выгрузки там например так я сейчас проставлю так чтобы мне можно было работать с этой формой и видите здесь есть сразу ссылочка отправьте отчет через 1с отчетность то есть это самый удобный самый быстрый способ передачи файлов если я выбираю отправить через 1с отчетность то у меня соответственно сразу осуществляется проверка моего отчета ну и давайте нажмем только у меня сейчас к сожалению будет только информация о том как использовать сервис 1с отчетность но не сработает ну и соответственно здесь мы можем проверять выгрузку что такое проверить в интернете значит проверить в интернете это значит что программа обратиться по всем адресам куда выкладывалась отчетность куда допустим где где она так сказать зарегистрирована и проверить сдана предыдущая отчетность либо не сдана кроме этого у нас есть вот такая кнопочка сравнить и в этом случае мы можем сравнить отчеты например ну то есть вот видите у нас здесь сравниваются отчеты по налогу по прибыли за 9 месяцев и например за 9 месяцев этого года и мы можем выбрать например за 9 месяцев прошлого года то есть установить отбор по периоду и задать что с чем мы будем сравнивать то есть задать критерии сравнения чаще всего это требуется но опять же при заполнении форм статистики ну возможно каких-то пояснениях когда налоговики требуют объяснить почему у вас значительное расхождение например по показателям в декларациях и так далее ну в общем-то возможность такая достаточно часто требуется особенно при составлении допустим годовой отчетности когда мы формируем если например вы переходили в течение года с одной конфигурации в другую ну например с бухгалтерией перешли в ERP и требуется заполнить показатели балансовых форм там например форма 2 или задать данные с предыдущих периодов которые у вас в других программах содержатся то вот эта вот возможность вам будет очень полезно снова закрываем список наших отчетов и в общем-то еще хотела бы переключиться в режим уведомления то есть в режиме уведомления вы можете создавать достаточно большой перечень документов то есть в этом разделе вы можете подавать заявление на изменение параметров упрощенки например вы с 6 переходите на 15% вообще отказаться от применения этой системы или наоборот с общей системой перейти на ОСН поскольку у вас например в этом году изменились так сказать реалии вашего бизнеса и вы получили право на применение упрощенки ну то есть видите здесь достаточно большой перечень документов которые вы можете подавать через этот раздел ну то есть соответственно если у вас патенты вы хотите использовать то тоже их можно отсюда отправлять и хочу остановиться еще на одном моменте вы можете отсюда же направить уведомления о машиночитаемой доверенности этот раздел новый так сказать связан с тем что переходит в общем-то вся отчетность на электронную подачу на прямую подачу что это такое то есть отсюда из этого раздела вы можете сформировать машиночитаемую доверенность на ваших сотрудников то есть например у вас электронная цифровая подпись КЭП оформлена на вашего руководителя то есть на директора или на генерального директора но сдавать определенные виды отчетов справок там еще каких-то документов для фискальных органов вы поручаете главному бухгалтеру в этом случае вы можете оформить машиночитаемую доверенность на физическое лицо обратите внимание потому что КЭП выпускается на юридическое лицо а здесь вы можете оформить доверенность на кого-то из сотрудников и в этом случае будет документ подписан уже доверенным лицом и программа передаст машиночитаемую доверенность налоговую инспекцию или в какой-то другой орган и соответственно там будет храниться этот документ его можно будет отозвать или собственно говоря использовать все действия которые доступны по этому разделу опять же напрямую возьмем за образец налогового органа то есть напрямую на сайте налоговой инспекции достаточно много ситуаций сейчас будет связано с таким порядком и одна из таких ситуаций как я уже говорила это признание налоговыми органами отчетности не предоставлены то есть если вы оформили машиночитаемую доверенность на главного бухгалтера и отправили ее в налоговую инспекцию то уже в этом случае у вас такой ситуации не будет если конечно по другим параметрам там не было замечаний и есть еще тут такой небольшой разделчик прочее то есть это касается внесения в реестр сведений ну то есть про счета в иностранных банках здесь еще есть заявления которые требуются но банки сейчас напрямую направляют уведомления в налоговую инспекцию то есть как раньше предоставлять заявление об открытии или закрытии обычного счета не требуется это делают самостоятельно банки ну и обратите внимание что здесь же можно подать жалобу то есть какие-то жалобы например апелляция по налоговым по актам налоговых проверок вот и на предоставление субсидий организациям мсп вот здесь хочу обратить ваше внимание если вы например посмотрели в законодательстве что ваш кодак вэд попадает в пострадавшие отрасли то этого еще недостаточно вы должны проверить входит ли ваша организация в реестр мсп то есть отнесено ли ваше предприятие к малому и среднему предпринимательству если в реестре ваша организация присутствует все в порядке вы можете подавать заявление на такую субсидию если же нет то вам необходимо предпринять действие для того чтобы ваша организация попала в этот реестр и уже после этого только ну подавать документы либо на субсидию либо на льготное презентование либо на срочку по уплате налогов ну то есть собственно уже согласно той ситуации которая у вас будет актуальна для вас то есть видите перечень достаточно большой это у нас мы брали пункт прочее и здесь достаточно много документов которые вы можете подать напрямую то есть с помощью сервиса 1С вы напрямую сразу обращаетесь либо в налоговую либо в статистику либо во все фискальные органы в отношении которых доступно формирование вот этих электронных документов ну видите останавливаться на каждом пункте смысла нет потому что перечень достаточно большой и это у нас вот собрано в пункт прочее ну собственно говоря вот пожалуй все единственное на что еще хочется обратить внимание это на то что если вы решили с нового года применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения то подать заявление об этом можно отсюда же но нужно учитывать такой момент что сейчас ну во всяком случае вот первоначально было принято такое постановление что те кто применяет единый налоговый платеж то есть то что вроде как обязательно к применению с первого января следующего года не имеет права применять автоматизированную упрощенную систему налогообложения то создавалась совершенно конфликтная ситуация когда я хочу применять упрощенку я попадаю по всем параметрам под ее критерии но я не имею этого права сделать поскольку с нового года я обязана применять единый налоговый платеж сейчас буквально на прошлой неделе было принято уточнение что применять единый налоговый платеж я могу с учетом некоторых изменений то есть уточнений то есть я имею право применять старый порядок уплаты налогов я все равно должна соблюсти некоторые правила которые касаются единого налогового платежа то есть это оплата через уполномоченные банки и так далее но заплатить налог я могу по-старому то есть так сказать лазейка из-за такой противоречивой ситуации все-таки сохранена так снова закрываем наше уведомление и хочу вернуться еще раз напомнить что у нас это находится в разделе регламентированный учет то есть здесь у нас целый блок который посвящен отчетности и активировать систему сервис 1С отчетность мы можем из этого раздела то есть не путаем что у нас есть раздел 1С отчетность и есть сервис 1С отчетность на самом деле когда сервис начал применяться это уже достаточно давно было сделано то поначалу он как бы немножко пугал тем что непонятно для чего он нужен а что он даст то сейчас в связи с тем что вот очень много изменений коснулось и электронных подписей и обмена и сроков уведомлений то получается что ну и в этом году и в следующем тем более этот сервис становится очень актуальным потому что фактически отслеживать электронный обмен через операторов становится все более трудоемко потому что пока например та же статистика пришлет уведомление оператору по ТКС пока оператор перешлет его вам пока вы его увидите в своих журналах то есть посмотрите проходит несколько дней а срок ответа на уведомления от налоговой инспекции вот в этом случае у нас составляет достаточно мало то есть порядок предоставления уведомлений и ответов у нас составляет 5 дней и 10 дней то есть согласитесь если из этого маленького срока потерять хотя бы 3 дня на обмен перепиской то останется в общем-то ночь перед Рождеством когда вы всю ночь сидите и готовите необходимые ответы и готовите документы ну собственно говоря на этом наша встреча заканчивается мы с вами снова переключаемся на наши слайдики и мне хочется вернуться к самому началу то есть показать вам нашу заставочку и напомнить наши координаты мы будем очень рады оказать вам любую помощь которая касается работы с семействами программы 1С и соответственно ответить на ваши вопросы на ваши конкретные затруднения помочь вам в разработке во внедрении в доработках ну то есть все все услуги работы которые касаются 1С будем рады новым встречам надеюсь что наши вебинары для вас оказались интересны полезны и благодарим вам за уделенное нам время на этом компания кодерлайн прощается с вами всего вам доброго субтитры субтитры Продолжение следует...